Рододендроны на Урале уход и посадка. Рододендроны отличаются ярким цветением. На Урале уход и посадка культуры требуют соблюдения некоторых правил. Связано это с холодными климатическими особенностями. Однако существуют некоторые сорта, которые хорошо переносят смену температуры и часто используются в качестве декоративного украшения. Сорты рододендрона для выращивания на Урале. Рододендроны растут на Урале медленнее, чем в других регионах. Однако, чтобы растение развивалось и радовало буйным цветением, необходимо правильно подобрать вид. К морозоустойчивым видам относятся ниже перечисленные. Внешний вид культуры не оставит никого равнодушным. Рододендрон Даурский, куст, который хорошо развивается, может достигать высоты до 2 метров. Ветви раскидистые с небольшими листьями овальной формы. Осенью часть листьев опадает, оставшаяся часть становится красного цвета. Начинает цвети в конце апреля. Соцветия небольшие розового или фиолетового цвета. Рододендрон Даурский распускает фиолетовые бутоны. Леди Буро. Куст высотой не более 1,5 метра. Его особенностью является сохранение листвы на протяжении всей зимы. Однако весной он ее сбрасывает перед цветением. Цветет культура бутонами фиолетового цвета. Побеги тонкие с овальными листьями темно-зеленого цвета. Рододендрон Леди Буро. Вечно зеленый кустарник. Шлиппенбаха. Культура, достигающей высоты до 2,5 метра. Побеги куста тонкие с овальными листьями зеленого цвета. Соцветия крупные розового цвета. Сорт Шлиппенбаха. Настоящий великан. Грандифлорум. Куст, который сохраняет зеленый цвет побегов и листьев даже в зимний период. Высота может достигать до 3-4 метров. Соцветия крупные лилового цвета с небольшими оранжевыми вкраплениями. Рододендрон Грандифлорум радует глаз необычными соцветиями. Рододендрон Японский выведен для регионов с низкими температурами. Куст высотой до 1,5 метра. Побеги расположены плотно. Начинает цвети в средине мая. Бутоны крупные и светло-оранжевого цвета. Рододендрон Японский специально выведен для Урала. Лайтс. Куст, переносящий низкие температуры до 40 градусов. Достигает высоты 1,5 метра. Побеги раскидистые. Цвет бутонов может быть различный в зависимости от разновидности. Лайтс выдерживает до 40 градусов. Морозоустойчивые рододендроны позволяют садоводам получать яркие кусты и наслаждаться приятным внешним видом. Как размножить рододендрон? Рододендроны растут на Урале на различных типах грунта. Культура может размножаться разными методами в зависимости от видов. Метод размножения выбирается индивидуально, исходя из личных предпочтений цветовода. Отводками. Выращивание данным методом не требует особых умений. Для проведения процедуры необходимо весной молодой побег наклонить и присыпать землей, закрепить материнский побег и регулярно поливать. Через год в месте соприкосновения с грунтом побега появится молодой росток, который необходимо выкопать и пересадить на новое место. Обратите внимание, данный метод позволяет получить саженцы в большом количестве и размножить сорт без снижения характеристик. Размножение культуры отводками сохраняет характеристики сорта. Семенами. Размножение помощью семян проводится следующим образом. Подготовить. Емкость с торфом смешанным с песком, обильно полить водой. Семена высадить в грунт в неглубокие лунки. Присыпать грунтом и накрыть сверху стеклом. В течение месяца ежедневно открывать грядки и поддерживать уровень влажности в грунте. После появления всходов пикировать рассаду в отдельные емкости и выставить в теплицу. В течение года выращивать саженец, после чего пересадить в грунт. Семена необходимо приобретать только в проверенных местах, которые занимаются реализацией посадочного материала. Размножение семенами. Важно! Саженцы, выращенные с помощью семян, начинают цвести только после 6-7 лет роста в открытом грунте. Черенкование. Данный метод используется для растений, которым более 4-5 лет. Для использования такого варианта размножения необходимо выполнить следующий алгоритм действий. Весной до появления почек необходимо подготовить черенки длинной до 10 см. Черенки помещаются в активатор роста на 2 часа. Используется препарат Корневин. Смешать торф и песок в соотношении 2-1 и высадить посадочный материал. Накрыть сверху стеклянной емкостью или обрезанной пластиковой бутылкой. Регулярно поливать в течение 3-4 месяцев. Пересадить в контейнеры для рассады и оставить до весны. Весной черенки пересаживаются в открытый грунт. Размножение рододендрона черенкованием практикуется чаще всего. Рододендроны на Урале – уход и посадка. Посадка саженцев рододендрона и уход за культурой в открытом грунте на Урале не вызывают сложностей. Однако необходимо соблюдать некоторые особенности в выборе посадочного материала. Выбор места и требования к почве. Посадка саженца проводится в широкую яму глубиной не более 40 см. При выборе места посадки необходимо отдавать предпочтение участкам с рассеянным солнечным светом. Чаще всего кустарники растут на нижнем ярусе под высокими деревьями. Однако при полном затенении практически не цветут и плохо развиваются. Нельзя их высаживать на сквозняках. Грунт в месте посадки должен быть высокой кислотности. Влажность должна быть нейтральной. При скапливании воды делается дренаж, в противном случае корни загнивают. Почва должна быть рыхлой и пропускать кислород. Важно! Во время посадки в грунт не вносится навоз. Такая добавка делает грунт щелочным, что может негативно отобразиться на корневой системе. Выбор саженца. При выборе саженца необходимо внимательно осмотреть куст на наличие гнили и повреждений. Корневая система должна быть закрытой. Чаще всего используются домашние саженцы, которые позволяют сохранить все характеристики выбранного сорта. Получить здоровые кусты при низких температурах вполне возможно. Рододендроны на Урале, посадка и уход за которыми требуют соблюдения агротехнических правил, будут долго радовать своим цветением. Речь идет про своевременный полив, внесение подкормок и защиту от вредителей и заболеваний. Рыхление и эмульчирование. Рыхлить грунт необходимо перед каждым поливом. Это позволяет кислороду проникать в глубокие слои и снижает риск появления гнили в корневой системе. Мульчировать рекомендуется с использованием хвойных иголок. Такой покров сохраняет влагу и окисляет грунт. Полив и подкормка. Полив проводится два раза в неделю. Для нормального роста куста используются средние показатели влажности грунта. Поэтому под каждый взрослый куст необходимо выливать не менее 10 литров воды. Подкормка проводится по следующей схеме. Весной вносятся азотные удобрения, которые стимулируют рост. После окончания цветения вносятся суперфосфаты или комплексные удобрения. Осенью кусты не рекомендуется подкармливать, так как может начаться формирование новых побегов, которые при низких температурах погибнут. Обратите внимание. Сорта, которая относится к вечно зеленым, необходимо поливать даже в зимнее время раз в месяц. Как подготовить укрытие к зиме? Перед наступлением холодов необходимо подготовить растения. Для этого обильно поливаются куст и удаляются все поврежденные побеги. В качестве укрытия используется полиэтиленовый мешок или слой соломы. Куст наклоняется к грунту и укрываются все побеги. При накрытии куста необходимо сделать отверстие для проникновения воздуха. Важно, весной, после того как воздух прогреется, необходимо убрать укрытие. Если упустить этот момент, то на побегах появятся плесень и разовьются грибковые инфекции. Укрытие кустов на зиму – важное условие выращивания в первые три года после посадки. Болезни и вредители. Чтобы правильно выращивать рододендроны, необходимо своевременно проводить борьбу с вредителями и заболеваниями. Среди паразитов особо докучают улитки и слизни. Устранить их можно механическим способом. Часто молодые побеги и листья повреждают тля и щитовка. Насекомые удаляются с помощью специальных инсектицидов или мыльного раствора. Среди заболеваний рододендрону грозит пятнистость на листьях. Болезнь можно вылечить с помощью бордоской жидкости. Также часто возникает гниль. Поврежденный участок необходимо удалить и снизить полив. Выращивание рододендронов не составит большого труда, если правильно подобрать посадочный материал. Л. Для получения красивого куста, который хорошо перенесет погодные перепады, важно правильно подобрать сорт. При выборе саженца предпочтение стоит отдавать кустам без повреждения и гнили. После посадки необходимо уделить внимание дальнейшему уходу. Важно своевременно поливать саженцы и вносить питательные удобрения. При соблюдении этих правил культура будет украшением участка и частью ландшафтных композиций даже на Урале долгие годы.